Всем привет! Вы на канале Магистраль Жизни. Меня зовут Сергей. Это Света. Там у нас Милана. И в этом выпуске вы увидите город Клайпена и Балтийское море. Далеко мы не уехали. Заехали в сельский магазин, такой миниатюрный. И Света тут нашла штуку, которую... Сколько ты лет ее искала? Мы нашли один раз ее в Кракове, но это было тогда года два назад. Может уже даже три. А больше после этого я не видела. Продается только в маленьких магазинах, в сетях их нет. Вот такие классные штуки. Тоже вкусы из детства, из Советского Союза. С обратной стороны. Они жарятся в масле. По фритюре получается. Увеличиваются в размере в разы. И получаются такие воздушные, легкие. Мы их посыпаем сахарной пудрой. И из этого пакета получается практически тазик. Вот, к примеру, жилой дом. Вот как я на базе отдыха этой говорил, что территория не очерчена никакими заборами. Здесь вообще забора нет. И половина таких вот домов, именно частных, они зачастую никаких заборов нет. Вот этим вот оно и выделяется. У нас же двухметровых заборов наставят, спрячутся все. Здесь, конечно, есть заборчики. Иногда и высокие встречаются. Но вот достаточно редко. И если и есть заборы, то они... Максимально прозрачные. Да, максимально прозрачные. Там какая-нибудь сетка. А иногда даже просто кустами какими-нибудь выделено. Вот. Вот тоже кустики растут. Сетка прозрачная. И минимально кустов. Есть вот такие высокие. Что-то мы никогда центра Клайпеды не доедем. Сейчас заехали. Здесь торговый центр. Называется Рими. Решили в кулинарии что-нибудь на обед посмотреть. Может быть, дешевле выйдет, чем по кафе и ресторанам ходить. Для старшего поколения. Раньше не заходил в такие магазины. Может быть, и у нас есть. Но я просто первый раз вижу такие. На будущее затарятся. 60, 70, 80. Смотри, усы какие. А то у меня не растут такие усы. А я красавица. Красавица. Такая старшилка. Что это такое? Мне кажется... А, это, наверное, квас. С изюмом. Гира. На бутылке было написано. Тоже на квас мою. Квас. А я думал, это компот из суток фруктов. О, тоже. Даже тверденькая по-тверденькой. Здесь столько разных соусов. Я даже не знаю, что это. Это торговая марка. Они, посмотри, под свою торговую марку чего-то намутили. Вот это вот похоже на лечо. Да, вот это капли. Посмотри, помидоры, лучок. А вот это гавайский соус. Патри с ананасом. Ага. Сколько... А, 1,65. А вот это, наверное, райс. Рисовая, наверное. Ой, много всякого молока здесь. Это получается миндальная. Смотри, а это кешью. Кешью. Кокосовая. Овсяная, овсяная молока. Овсяная. И опять миндальная. Тут уже другая какая-то контора. Потом есть еще соя. Соя с шоколадом. Ванильная. Это оригинальная. Капец, выбор молока. Пойдем покажу вам тебе пончики. Это, наверное, да, творожные, которые, да? О, вот это мне больше по запаху нравится. Хлебошек жареный. С чесночком. Вот этого хочу. Мне кажется, он пахнет очень вкусным. Ну, тоже за килограмм ценит, наверное, дороговато. 5,89. Ну, салатный бар. Ну, ассортимент, смотри, побогаче, чем у нас. У нас какие-то маленькие они. Здесь прям столько всего. Это мы дошли до кулинарии. Ты посмотришь? Да. Какой-то сырный, наверное, на вид. Там сискок. Короче, салатик какой-то взяли. Наподобие кровавого, я так понял. Перемьи не жареные. Ой, а там, смотри, кровавая палочка, естественно. Вон там, наверное. Кстати, глобус. У нас эта фирма продается. Большая. Вернулись мы с покупками. У нас получилось 11,79 евро. И я так полагаю, мы купили еды на целый день. Ещё, наверное, и на завтрак останется. Ну, вот разница. А так бы покушали на один раз. Всё, посмотрим, что мы купили. Что мы кушать будем? Мы будем кушать... Макароны с мясом. Получилось это за 3... 3,70. 79,780 грамм. Три пончика. Поджаристый хлебушек, который ароматно чесноком пахнет. Так. О, килограмм сосисок. Вот это мы тоже сейчас кушать будем. Здесь у нас тоже 750 грамм салатика за 2,27. Баночку маслин. Это Мелани. И кетчуп. А, и багет ещё. Вот такие у нас покупки. Грубо говоря, что мы сейчас покушаем, это будет салат и макароны. Получилось... Сколько там? 2? 27 и 3,70. 3,70. Получается 5. Вот за 6 евро сейчас нормально поделим. А, ещё и чипсики, да. Чипсики купили. Ну да, в кулинарии выгоднее питаться. Сегодня мы обедаем как бродяги. Макароны, салат, хлебушек запечённый. Милана ест? Да. Вкусно? Замечает. По-моему, отличный обед за 6 евро. Макароны попробуем. Они ещё даже тёплые. Макароны, салат, я смотрю, здесь кукуруза, крабовые. Морковка, огурец. Морковка, огурец. Рис. Помидор, по-моему, даже. А, мама, куда это? Рис. Отлично. Вот так, конечно. Ну всё, подкрепились. Теперь можно и жир сгонять. Вот здесь тренажёры. Люди занимаются. А мы тут сидим, едой их искушаем. Не везёт, опять дождь начался. Это, наверное, единственное путешествие, под которое мы вечно под дождём бегаем. Так обычно все наше бродяжничество проносило мимо. В дороге где-нибудь едешь по трассе, дождь идёт, приезжаешь, солнечно гуляешь. Всё замечательно. А в этот раз кто-то нас сглазил. Таки добрались мы всё-таки до центра. Прямо где-то, где-то, где-то мы вот возле этого канала. Вот здесь мы припарковались. Здесь вообще парковка платная, но сейчас выходной, поэтому бесплатная. Всё, идём гулять. Намечается учреждение, какая-то колоночки ставят. Там рисуют маски какие-то. А здесь рыболовый. О, прям в канале. А почему бы и нет? А там, мне так полагает, толпа туристов. Вот такой канал, много корабликов разных, опять дождь начинается. А здесь целый ресторан плавучий. Дождь, короче, портит всю малину. Здесь дома старые какие-то. Он же развалится скоро. А рядом новенький. Он такой тоже новенький. Или он просто обшит. Ой, на той стороне там рыбак какой-то. А вон там, вон русалочка спрятана. Вон там, вон внизу. Да. Что там? Крытый. Крытый. С сетями сверху. Идем, тут гремит что-то. Думали, это гром. Уже пугаться начали грозы. А это мост. Причем он разводной. Блин, дождь еще сильнее пошел. Что такое? А вот она и русалочка. Такая симпатичная русалка. Вон такая симпатяга тут. А, я думала у нее голова бросала. А, ну не, я иду. Че, суй, че ты хвост? Рынь. Рынь, рынь. О, какой поручник стоит. Здесь, кстати, вот вокруг этого канала, я так полагаю, это такой вот старый центр. Тут много всяких фигур расположено. Вот русалочку мы увидели. Там еще где-то мышка будет. Там трубочист. Сейчас будем ходить, искать их. Кстати, катамараны можно на прокаты, лодки взять. Кататься по каналу. Да, он и с навесами есть. А, он даже как автомобиль. Какой-то нескончаряемый дождь. Пришлось вернуться в машину, чтобы взять зонтик. Он поломанный дежурный валялся в машине. Они переобуются, промокают ноги в тех красотках. Так, продолжим наш путь. Остановились мы на паруснике. Сейчас пойдем искать остальные скульптуры, которые разбросаны. С кем ты меня, с женщиной перепутал? Ничего себе. Как меня можно было перепутать? Я сказала, что папа идет с черным зонтиком, а она смотрит на нее и говорит, да нет, это не папа. Тут же рядышком вон на трубе сидит. Кто там? Милана? Трубочист вон на трубе сидит, смотри. Она его не видит. Иди, смотри. А, ты видела? Тоже не видел. Вот он поближе. Ага, с гирькой, которая очистит. А прямо внизу непонятный тоже какой-то то ли памятник, то ли что это. Такое развлечение пуговицей. Вот здесь металлическая пуговица. И рядом приклеивают, кто на что гораст, свои пуговицы. Хочу одну пуговку. Ай, переходим в машину. Это опять розы или что это? Да, точно, смотри, вот они. Да? Это же они. Смотрите, какие розы декоративные. Маленькие, пушистенькие. А все домики тут вот в таком вот стиле. Такие невысокие, где-то 4-3 этажа. Старенькие, красивые. Еще здесь тоже очень крайне неудобно ездить на машинах. Я когда-то тут катался по этим улочкам. Искали, где припарковаться. Жутко неудобно все трясется, колотится. А здесь инсталляцию мы нашли. Сейчас пойдем ближе посмотрим. Колокол стоит. Булыжник валяется. А, ясно. Это библейские мотивы. Из пенопласта сделанные стены. Кирфичные. Просто дождь, теперь еще и ветер. Прям в лицо. Смой зонтик вообще развалится. По всем закоулкам. Если пройтись, тоже можно найти много всего интересного. Какие-то тут статуи каменные, непонятные. И сами домики красивые. А, ну вон там. Да, вот. Вон тут кругами ходили-ходили. И по итогу прям вот дом, который возле парковки. За ним тоже была мышка. На гугл-картах написано, что это волшебная мышка. Мышка. Какая хорошая. Ну да. И розы тут красивые. О, и пахнет, по-моему. Здесь уже покрупнее немножко. Другие, да? И сладеньким пахнет. А вон Милана шахматы. На той стороне. Ты хотела шахматы. Расставляй. Рояль. Который, непонятно как, боком стоит клавишами вниз. Коня украли. Одного не хватает белого. Ой, смотри, и два трона. Один и второй. Это что, наблюдатели что ли? Вот так. Так тебя, уходи давай. Вот эту мы собьем. Ага, вот так вот. Вот. На тебе, Данка. Уйди. Милана у нас вместо лошади. Да. Не хватает фигуры. Я белая лошадь. Милану освободим от должности. Пьяный королев. Лошадь, иди вот эту пешку с ней. Все. Хана тебе лошадь. Давай, до свидания. Все, поиграли мы. Вот забавный городишко. В принципе, тут, если походить, может, еще какие-то фигуры можно найти. Но я больше не находил. Так, в этой части мы погуляли. Ну, как погуляли? Тут, правда, дождик перестал. Это хорошо. Нам спасательный не надо. А, это будет такой спасательный? Да. Я думал, типа, знаешь, осторожно они там не подходите. Нет. Вот за эти хватает. Он только за эти петли тут все. Боже, его пока вы открутите, чтобы, наверное, утрутить. Ну, не знаю, наверное. Так, в общем, на ту сторону мы не ходили. Там, возможно, еще много всего интересного. Тоже старые домики. Мы сейчас пойдем через дорогу, вот за этот мостик. И там, я помню, пристань. Яхты должны стоять красивенькие. И посмотрим, что там еще интересного. Субтитры сделал DimaTorzok